Добрый день дорогие друзья, Евгений Гордеев из города Героя Смоленска Друзья мои, с вашего позволения я хочу продолжить разговор об оборотнях в погонах Вот сейчас я расскажу об одном таком, которого, слава Богу, для него, слава Богу, не накрыла волна репрессий И он не был в свое время привлечен, уличен и привлечен к уголовной ответственности за то, что он, видимо, вытворял на дорогах Поскольку он сотрудник ГИБДД, это тот сотрудник, с которым мы повседневно, те, кто за рулем Или же пешеходы даже, сталкиваемся на улицах и дорогах наших городов и деревень, если они еще остались Так вот, около двух лет назад из органов внутренних дел в Москве был уволен в связи с утратой доверия Есть такая статья, старший инспектор ГИБДД с хорошей фамилией Дунаевский Помните Дунаевский? Оказывается, веселые ребята Легко на сердце от песни, веселой Но этому Дунаевскому, видимо, не так уж легко было на сердце Я не знаю его звания, но, скорее всего, капитан При проверке его доходов и расходов, а в 2019 году была массированная такая проверка Назначена, в частности, по городу Москве Проверка, связанная с выявлением коррупции в органах внутренних дел Так вот, значит, это, видимо, собственная безопасность работала И вот, во время такой проверки в 2019 году было установлено, что его жена Ирина, кажется, ее зовут В 2016 году израсходовала наличные, наличные нужды почти 43 миллиона рублей Друзья мои Все чаще нам доходят сведения о миллионерах-ГИБДДшниках Сотрудниках ГИБДД Вот недавно, значит, кажется, из Ставропольского края был Большезвездный полковник, кажется У которого даже унитаз золотой был дома Ну, наверное, покрытый сусальным золотом Я не знаю, как ему там гадилось на этом унитазе Но, видимо, он чувствовал себя каким-то императором Императором, по крайней мере, на дорогах своей области Ну, что ж, значит, я не знаю Ну, его, по-моему, арестовали, этого императора Значит, ну, если окажется При проведении судебно-психиатрической экспертизы Что у него не все в порядке, так сказать С вменяемостью То, возможно, в областной психушке Появится еще один Наполеон Император Наполеон Ну, а пока что там идет следствие А здесь мы рассказываем вам Я рассказываю о гражданском деле О гражданском правовом, так сказать, аспекте То есть, вот этого вот Дунаевского в свое время за руку не поймали Но выразили ему недоверие В связи с тем, что его жена Вот только за один шестнадцатый год Почти сорок три миллиона рублей Стратила на собственные Ну, в частности, она приобрела Аж шесть автомобилей Три из которых были сверхэлитными Три автомобиля были сверхэлитными На девятнадцать миллионов рублей Еще у нее она приобрела недвижимость На двадцать четыре миллиона рублей Вот В то же время Доход этого Дунаевского С Дунаевского 2013 по 2015 год Составил всего лишь Три и шесть десятых Миллиона рублей Слушайте, хорошие у московских БДДшников доходы Значит В Смоленске гораздо Меньше Вот А жена за этот период его Которая вот сорок три миллиона Истратила Вообще была безработная То есть, никаких доходов у нее Не было Одни расходы Вот Расходы составили сорок три миллиона рублей Вот Так что понятно, значит Откуда у жены Ну, а они В семнадцатом году, по-моему, фиктивно развелись Так сказать Ну, это Не помешало Структурам собственной безопасности А впоследствии суду Признать Ну, не посчитать этот Брак, значит Нормальным А посчитать его фиктивным Поскольку они продолжали жить Значит Совместно вести Совместное хозяйство А Все это было сделано Для того, чтобы На жену перевесить все это Перевести все это Все эти покупки Значит И ничего бы им не было Ну, собственно Так делают не только Какие-то сотрудники ГБДД Мы знаем, что И в Государственной Думе У нашей И в других государственных структурах Высоких Есть такие Которые Совершают Разводы фиктивные Для того, чтобы Сберечь От конфискации Будем так сказать Ну От изъятия имущества Честно говоря Я вот На этом примере Примере этого Дунаевского В первый раз услышал Значит Что у нас Оказывается В стране Сравнивают Доходы с расходами И если Значит Ну Если большая разница То Эту разницу Изымают В доходы государства Честно говоря Я не знал А почему тогда Не изъяли В доход Не изымают Доходы государства Вот Кажется Навальный показывал Я вам не Димон Финн И ведь Никакого опровержения Я не помню Что бы было А было только требование Убрать его Ну Из эфира Из ютюба А там Значит На семь с лишним Миллиардов Подарок От Лешера Усманова Где-то в Подмосковье Дворцы какие-то Невозможные И гектары Какие-то Немыслимые И там У него Насколько я помню В городе Плюс Там На Волге Огромный Особняк Будем так говорить Дача И Какие-то Виноградники В Тоскане В Испании Там Это Испания Тоскана Да Огромные Какие-то Тосканские Виноградники На огромных площадях И так далее И тому подобное Я думаю Что Несопоставимо С теми Даже По нашим меркам Огромными Зарплатами Которые они получают А расходы Несопоставимы Надо было Так сказать Тоже изымать Да и не только он Так сказать Мы же много видим Что-то происходит Так сказать И видим И нам Показывают Много чего И яхты И самолеты И прочее И прочее Вот Ну пока вот Начали с сотрудников ГАИ Посмотрим Чем закончится Так сказать Дальше Вот Что еще Хотел сказать За 16 лет Аж проверили 6,1 Миллиона рублей Совокупный доход Его Семьи Этого Дунаевского Был Вот А Значит Про сына Его тоже Так сказать Его по-моему Не уволили Недоверие ему Не вызвали Но тем не менее Он тоже Инспектор Должнопатронной службы То есть Вся семья Значит На хлебных Должностях Подрабатывает Так сказать Вот В 18-м году Этот вот Сын его Дунаевский Тоже видимо Дунаевский Младший Будем так говорить Для ясности Приобрел Две иномарки Элиткласса Седан Субару Спорт Спортивный вариант За 3 миллиона 360 тысяч И Кроссовер БМВ За 6 миллионов 690 тысяч Рублей Не хило Так сказать Мальчик Молодой Молодой Дунаевский Зарабатывает Видимо Вот Но это тоже А заработок Как его официальный За 3 года Вот После Предшествующей Вот этой Покупки Составил Чуть более Полутора Миллионов Рублей А он Значит Вот видите Истратил Значит Более 10 миллионов Рублей На эти Две Тачки Тоже Вопрос Видимо Тоже Так сказать Ну Поэтому Вот И Поиску Прокурора Именно У жены И у этого Сынишки И Принято Судом Решение Изъять Все это В доход Государства И Недвижимость И дорогостоящие Вот эти машины Видимо И Деньги Если они Оставались Значит Изъять В доход Государства Ну И все Последующие Инстанции Подтвердили Это Но Они Значит Не согласились И до Косатки Дошли Ну И По-моему Косатка Даже Подтвердила Единственное Что сделали Что Он Как бы Доказывал Что ему Деньги На какую-то Вот машину Вот Эту Надо БМВ БМВ Дал Ну Дали Отец Наверное Дал И Поэтому У него Эту машину Не изъяли Остальное Все Оставили В силе Так что Слава Богу Смотрите Оказывается Есть такая И я Хоть и юрист Так сказать Нигде Никогда Не слышал И не знал Что Значит Что Все-таки Почечаяния Со стороны Этих Мерзавчиков Которые Несчадно Обирают Народ Приворовывают Из бюджета Так сказать Из людского Кармана Действует Реально Действует Закон Вот этот Вот Я думал Что Раз нету У нас Есть отчет Допустим О заработках Да Заработ Ну Людей Находящихся На госслужбе А Нет Как бы Отчета О О тратах То никто И не сравнивает И не применяет Так сказать Закон Вот этот Оказывается Все работает Друзья мои Радоваться надо Ну вот Аналогичное Дело Было По бывшему Сотруднику ГИБДД Алексею Варави Тоже Так сказать В Москве Ну он в Химкинском В Химках Наверное Работал Вот Химкинский Городской суд Взыскал С него Более 40 Миллионов Рублей Тоже видите Все 40 Да 40 Что-то они Наверное Значит Зациклились На 40 Миллионах Так сказать Вот Ввиди Ввиду Незаконности Их получения Ну дохода Этого 40 Миллионов С лишним Или Более 40 Да В 19 году Тоже Вот была Проверка Которая Установила Что В 15 Году 2015 Он купил Две Автомашины В том числе Мерседес Бенз За 5 С половиной Миллионов Дальше Приобрел В 16 Году В следующем Уже Дом В Химках 500 Квадратных Метров На хрена Гаечник Вот такой Дом На машине Что-ли Ездит По нему Плюс 15 Соток Земли К этому Дому За 38 С половиной Миллионов Рублей Можете Себе Представить Сказать Сколько Оказывается На дорогах Можно Сшибить Бабла Немерено Я думаю Это не последнее Так сказать Дальше Он Значит На следующий год Подарил Эту Машину Как бы Одну Продал Супруге За миллион А другую А дом С землей Подарил За 38 С половиной Но супруга Сразу же После этого Эту Эту Недвижимость Продала Вот Общий Семейный Доход За несколько Лет До Этой Проверки Состоял 6 с половиной Миллионов Рублей То есть Разница Существенная Вот эту Разницу Тоже Как бы Изъяли Но он Тоже Уволен За утрату Доверия Вот Но он Тоже Обратился В суд И Версию Выдвинул Что Эти Денежки 41 с половиной Миллион Рублей Подарил ему Его Покойный Папа Ну Папа Наверное Извиняюсь Гробу Перевернулся После такого Потому что Оказалось Что он был Честнейший Человек И жил На одну Зарплату Подтверждение Тому Значит Поступили И от Его Соседей И от Других Инстанций В суд И суд Позволил себе Не поверить Этой версии И взыскал Значит Разницу В доход Государства Вот И Этим Алексеем Воровой Который Значит Накопил Эти Денежки Стоя На улицах И дорогах Москвы И Подмосковья И С 12-го года Он там В Москве А так он служил Еще с прошлого века Служил Со стажем И все На безбедную Старость Накопил Значит И все Вдруг У него Принято Решение Было Поизъять Поизъять Эффективный Брак Не помог Вот так вот Таким образом Мы видим Друзья Что Наше Государство Становится Может быть Все более И более Правовым Ну Это маленькая Шутка Моя Потому что Я вижу Что оно Не становится Более Правовым И не буду Рассказывать Почему Каждый из нас Видимо На собственной Шкуле Испытал Значит Почему Оно Не то Что Не совсем Правовое А совсем Не правовое Государство Здесь Все решают Связи И деньги И по Уголовным Делам И по Гражданско Правовым Делам И по Административным И по Дисциплинам Все 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 И по Любому Виду Законодательства И по Трудовому И по Жилищному И по Таможенному Ну По Любому Значит Если Я не прав Бросьте Меня Чего Нибудь Камень Не надо Камень Я уже Не вынесу Вот Друзья Мои Еще Я хотел Сказать Что Что Есть Какие То И Положительные Моменты В нашей Жизни Вот В частности Недавно Е-эровцы Но Это Перед Выборами Как Седания Прогибаются Совместно С Кабмином Решили Подать Поправки К законодательству В Госдуму А примет Госдуму Или нет Я не знаю Но Видите Перед Выборами Надо Прогнуться Потому Что Автолюбителей У нас Миллионы И миллионы И они Тоже Пойдут Голосовать Или Поедут Голосовать Вот И Надо Прогнуться Они Значит Вносят Поправки Которые О Необязательности Прохождения Автолюбителям Техосмотра Ежегодного О Необязательности Они хотят Сделать так Что Техосмотр Надо будет Проходить Только тем Кто Продает Свою машину Чтобы Так Сказать Приложено Было Акт Технического Осмотра К документам О Продаже Кому То Своей Машины Или Мотоцикла Если Или Другой Техники Движущейся Вот Этой Которая Подлежит Регистрации Если Она Старше Четырех Лет От Рождения От Роду Что Ж Друзья С вами Был Евгений Гордеев Славного Города Героя Смоленска Друзья Мои Я хочу Чтобы Вы Не Только Ставили Лайки Не Только Подписывались Но И Побольше Высказывали Своё мнение Приходилось Ли Вам Сталкиваться С такими Поборами На Дорогах А Вот Эти Ручейки Которые Текут В карманы Этих Жуликов В Погонах Они Складываются В Огромные Поместья В Пятьсот Метровые Какие Так Дома Дорогущие Какие-то Иномарки Которые Мимо Нас Проносятся Значит Мелькают Так Не Останавливаясь Поскольку Мы Для Них Не Интересны И Что Из этого Вышло Значит Обращались Ли Куда Нибудь Значит Правомерно Ли Вас Останавливали Правомерно Ли Были Требования Этих Сотрудников Не Тянули Ли С Откровенно Значит Деньги Какие-то За Что-то И Не Возвращали Ли Вам Ваши Права За Деньги Ну В общем Мы Тут Вы же Понимаете Что Мы Как В Поезде Сели В Купе Пообщались Разошлись Поэтому Надо Откровенно Все Говорить Значит Что Еще Хотел Сказать А Следующее Я скажу В следующем Ролике Спасибо Друзья За Внимание Не Не забывайте Что У нас Есть С вами Ну У меня Есть Вы К этому Причастны Теперь Приют Котовося 67 Если Есть Такая Возможность Хоть Маленькая Оказывайте Помощь Этому Приюту И Друзья Мои Значит Спасибо Огромное Кто Поучаствовал В Приобретении Мною Компьютера Ну Еще Он Не Приобретен Но Как Бы Уже Заказан И Может Быть Вот Вот На Я Тогда Отчитаюсь И По Цене И Расскажу Кто Поучаствовал И Покажу Значит В Натуре Эту Свою Мечту Голубую Или Или Какая Она Там Будет Вообще Слово Голубое Лучше Не Употреблять И Поименно Постараюсь Назвать Хотя Бы 10 20 Может Быть Человек Потому Что Весь Список Огласить Тяжело Но В конце Концов Набрал Я Такую Сумму Вместе Значит С Путинскими Двумя Десятками Моим Десяткам Рублей И Тысяч Рублей И Жены Десять Тысяч Рублей Она Мне Тоже Пожертвовала От Щедрот Своих На Наш Народный Ноутбук Назовем Его Так Спасибо Огромное Всех Благ Пока